В Беларуси намолочено почти 5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. К слову, массовая уборка последнего подошла к концу. Параллельно идет теребление льна, обработано свыше 70% площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Это поможет нарастить производство продукции животноводческой отрасли. С 1 августа белорусов ждут существенные изменения. Поднимется бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения показатель дойдет до отметки в 433 рубля. С ним вырастут пенсии, выплаты на ребенка. К слову, на увеличение последних будет дополнительно выделено 70 миллионов рублей. Многодетные семьи получат матпомощь для детей к школе. Федерация профсоюзов Беларуси рассказала о гарантиях и бонусах для молодых специалистов. Компенсация за переезд в другую местность – решение жилищного вопроса, оформление трудовых отношений и предоставление подъемных. Малая часть преференции. Также в период работы по распределению они не могут быть уволены по несоответствию занимаемой должности или в связи с недостаточной квалификацией. В учреждениях образования Бобруиска Денно и Ночно трудятся над внешним обликом обители знаний. Покраска, замена плитки, обновление мебели к апгрейду подходят со всей серьезностью. Улучшения не обходят стороной и прилегающие к школам территории. Современная тротуарная плитка, комфортные лавочки, зеленые насаждения, визитная карточка учебных заведений. 7 августа в Бобруиске пройдет электронная ярмарка вакансий. С 10 до 12 соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Активно формируются группы по переквалификации населения. В городе требуются водители-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома.